Очень актуальный вопрос по поводу удаленного участия в судебных заседаниях. Ждем от коллег соответствующего сервиса из ЕБС. Очень заинтересованы в этом, готовы сотрудничать. Постараюсь максимально кратко. Что такое судебная система Москвы? Это прежде всего Московский городской суд. Это самый большой суд в Европе. Это 260 судей, 35 районных судов. Это 611 федеральных судей и более 2000 сотрудников аппаратов районных судов. Москва рассматривает 3 миллиона дел и материалов по итогу 2022 года. У нас 89 субъектов и Москва рассматривает почти 20% от общей нагрузки на всю страну судов общей юрисдикции. Такая серьезная нагрузка. Просто нам для работы с такой нагрузкой требуется очень эффективный и качественный инструмент. И для нас это наша информационная система судов общей юрисдикции. Она состоит из двух частей. Это прикладные модули под системой и наша инфраструктура. В Москве в единственном субъекте в судебной системе есть два цода сертифицированных, располагающихся на 30 километров друг от друга. Сердцем нашей информационной системы является модуль судебного делопроизводства. То есть он состоит из карточек всех дел и всех материалов, которые были или поступают или в работе районных судов и Московского городского суда. Важной неотъемливой частью нашей работы это межведомственное взаимодействие. У нас организовано успешное взаимодействие с московским правительством, с ФССП, с пенсионным фондом. Востребованность межведомственного взаимодействия показывает то, что более 360 тысяч личных кабинетов заведено на портале судов общей юрисдикции. Более 600 тысяч электронных документов в суды поступают с помощью нашего портала. Через, например, Почту России мы направляем гибридное отправление. То есть повестки, судебные решения мы через взаимодействие с Почтой России направляем гражданам. Если у граждан есть на ЕСЕ, на портале Госуслуг, сервис Государственная почта, то судебные решения с ЭЦП судей попадают сразу в личные кабинеты. Небольшой омаж на три билборда в округе Эббинг. Это три задачи перед судебной системой. Первая задача – это с учетом того успешного опыта и портала Госуслуг и МФЦ превратить для граждан защиту их прав и интересов в простую и удобную государственную услугу. Вторая важная задача, она немного теоретическая. Это необходимо с учетом объема, с учетом нагрузки уйти от электронных документов в сторону знаний. Это структурированные данные. То есть нам важно не просто исковое заявление от гражданина, документ отсканированный или PDF-файл. Нам важно структурированные данные получить от него. О нем, о заявителе, об СЦ, об ответчике, об основаниях его иска, о предмете иска. И третья часть – у нас есть лоскутное одеяло, состоящее из некоторых модулей. И нам важно все эти модули завязать в единый, удобный, простой инструмент для граждан, для защиты их прав. Но есть трудности. Вот если у любого государственного органа есть простой административный регламент, то в судебной власти у нас есть обширное процессуальное законодательство. Ни в одном государственном органе нет законодательно установленных требований, например, о внешнем виде государственного должностного лица, который оказывает услуги. У нас это есть. У нас мантия является символом государственной власти. У нас есть жесткие требования к залу судебных заседаний. И вот это обширное процессуальное законодательство, оно позволяет гражданам выбирать способ защиты своих прав. Есть свойства диспозитивности у гражданина. И это влечет за собой, что мы для всех его вариантов действий должны предусмотреть соответствующую возможность в нашей информационной системе, в наших услугах, которые мы предлагаем гражданину. Я вижу, для того, чтобы достичь вот этого уровня государственных услуг при судебной защите, нам необходимо развивать с одной стороны сервисы на портале судов, а с другой стороны функции личного кабинета. Есть простые сервисы. Это модуль определения подсудности, калькулятор госпошлины, который позволяет гражданину получить квитанцию на оплату госпошлины. Через личный кабинет у нас организована возможность направления всех видов судебных документов в электронном виде. Это позволяет гражданину контролировать статус этих электронных документов. Что здесь важно отметить? Что подтвержденная учетная запись, через которую гражданин попадает в личный кабинет судов общей юрисдикции, позволяет ему подписывать все документы, автоматически приравненно, к подписанию всех документов обычной цифровой подписью. Что достаточно, согласно наших регламентов, для защиты своих личных прав и интересов. Для представителей чуть сложнее. Хотел бы рассказать о сервисе, который мы запустили в 2022 году. Это интерактивный помощник. Гражданин, находясь в жизненной ситуации, ищет эту ситуацию у нас на портале. И дальше система гражданину отображает алгоритм защиты его прав. При этом данные из ЕСИА предзаполняют определенные поля. Проходя по этому алгоритму, в конце гражданин попадает в конструктор документов. С помощью этого конструктора в диалоговом режиме гражданин формирует исковое заявление. Тут же его подписывает и отправляет в суды. Это удобно для гражданина. Это делает правосудие более доступным. Но это важно для нас. Почему? Потому что вот такое исковое заявление в виде структурированных данных сразу предзаполняет нашу карточку дела. Уменьшая нагрузку на аппарат районных судов. Следующим шагом было успешное взаимодействие, благодарю, спасибо большое МФЦ Татьяну Валерьевну, взаимодействие с МФЦ. Как организовано это взаимодействие? Что граждане, которые не понимают, не обладают соответствующей компетенцией, как работают на нашем портале, приходят в МФЦ. То есть 35 районных судов, это 35 точек входа в систему судебную, дополнились 135 центрами МФЦ, которые стали такими же удобными точками входа. Если у гражданина есть подтвержденная учетка ИСИА, то ему сразу, его консультируют, помогают ему, как правильно составить с помощью наших сервисов высоковое заявление, и как его правильно направить, либо в ГАЗ правосудие, либо мировым судьям, либо нам. Если у него нет учетной записи, то ему помогают ее получить. То есть что важно, что вот это взаимодействие с МФЦ помогает нам увеличить количество личных кабинетов на портале судов общей юрисдикции и увеличить количество электронных документов, которые входят к нам в нашу систему, которые, как я раньше говорил, предзаполняют все наши базы. Ну и буквально два слайда. Вот мы идем к тому, что уже сейчас организована система работы с электронными документами. Нам важно перейти от этой системы в систему обмена структурированными данными. Это позволит нам вот уже сейчас формировать промежуточные судебные решения, судебные акты, определение о принятии, о назначении экспертизы, а в будущем, используя модули искусственного интеллекта, формировать проекты судебных итоговых решений. Это будет большим подспорьем, большой помощью сотрудникам аппаратов районных судов и судям. Ну и в заключении. Вот у меня есть мечта. Эта мечта заключается в том, чтобы гражданин, когда попал в сложную ситуацию, используя простой мобильный телефон, мог просто составить исковое заявление с помощью удобного конструктора в диалоговом режиме, чтобы он мог направить через мобильный телефон это заявление в суд, получить сведения, когда у него будет судебное заседание, с помощью биометрической идентификации удаленно участвовать в судебном заседании, получить результаты судебного рассмотрения, судебные акты в электронном виде и в электронном виде направить их в ССП для принудительного исполнения. То есть замкнуть весь этот цикл. Да, у нас есть проблемы, у нас есть проблемы с биометрической идентификацией, с системой удаленного участия в судебных заседаниях, но это идеал, это то, к чему мы идем. Я надеюсь, получим. Спасибо большое.